Всем привет! У нас 8 часов утра, Мирослав уже проснулся, точнее он проснулся в 5 часов с небольшим, в 7 опять лег и вот проснулся, да? А проснулся почему? Потому что, скажи, куры зашли к нам в подвор, да? Ты довольна? Ты рада такой, да, сынок? Ой, сейчас пойдем кушать, варю ему супчик, потихоньку начинаем, да, восстанавливать режим нашего питания, вот, ну посмотрим. Я хочу сказать, что ему все интересно то, что мы кушаем. Вот когда мы садимся есть, все, у него дикий аппетит, что бы не дал. Да, Мирослав? Так что надо как-то это все подгадывать, чтобы мы кушали и в это время кормить его. Вот, не знаю, как, но как-то посмотрим. У нас сегодня опять будет очень-очень тепло, родители уже с утра сходили на огород, я с утра тут сегодня поливала в 5 утра, но он стоит рано, как бы мне тоже не хочется, чтобы все поднимались из-за того, что Мирослав стоит. Вот, в редких случаях, да, он спит до 7, а так рано. Ты опять парикмахер, да? Вот, так что мы вышли, я, Мирославчика, прикрыла пледом, да, да, и мы поливали с ним сегодня тут, потому что там на огороде вчера родители полили, а мы здесь зеленушку с тобой поливали, да? Выспался с хорошим настроением с тобой. Передай всем привет. Скажи, всем привет! Да? Приветики. Так что вот, сегодня новый день. Я сейчас буду с новой прической. Да, Мирослав? Я каждый день с новой прической от Мирослава. Я говорю, мне можно вообще не расчесываться. Он мне все равно все повыдирает, да, плочьями. Так что, вот это такие дела. Мышандра, что там делать? Мышка рвет траву тоже. Правильно, сорняки ешь, цветы оставляй. Чудо! Корма наела, сверху сейчас сорняков наез, и все хорошо. Вчера даже стульчик не завезли. Надо его завести. Чуть-то так подумала. Думаю, наверное, мы еще пару месяцев в нем посидим. Уж потом. Мне не очень нравится и чехол сам. То, что чехол тут не... Ну, не кожзам, а вот такой тканевый. Я устала его стирать, честно. Мы устираем его, наверное, раз в три дня. Ну, за мазуром, наверное, просто. Может, конечно, есть такие примерные мамочки, у которых все очень... Ай! У которых все очень чисто и аккуратно, но это вообще не мой случай, потому что я за свободу какую-то. Мне как-то эти все тряпки... Мы 25 раз в день переоденемся, но я не устану давать печенье, чтобы он извозекался весь. Да, Мирослав? У меня Мишель так рос. То есть, ну, вот эти все белые выглаженные футболочки, белые носочки, это не мой формат. Это не мой формат. Мне нравится, когда естественно все. Я не говорю, что грязь, но вот прям до такой степени я не чистоплюсь, короче говоря. Я говорю, Борженька дал мне возможность прочувствовать, как я смеялась и возмущалась. Почему нельзя спокойно покормить детей? Вот на тебе. Почему? Почему нельзя в стуле покормить? Почему вот так надо? Кушать будем? Мне было всегда непонятно. Вот сейчас. Сейчас все стало понятно, да? Вчера так же кушал. Кушать будем? Да. Куча дел. Ложку туда, половину обратно. Давай. Куда ты все бежишь? Куда? Ты боишься не успеть? Куда? Все. Все. Куча дел у тебя, да? Это я сама. Это я сама. Спокойно надо кушать. Детки спокойно садятся в стульчики и кушают. А Мирославка... Ну фу. Слава. Теперь надо ложку мыть. Это как так кушать? Мирослав. А? Все, папа, неси новую ложку. Ну вот, два дня уже собираюсь. Наконец-то открыла. Сейчас буду полоть. Заодно посмотрю и спушу всю землю. В общем, вот эти ячейки я вообще планирую, наверное, убрать. Ну, может быть, оставить одну чисто для эксперимента. Во-первых, я очень близко к редиске посадила. Я думала, что пока... В общем, пока вылезет морковь, я думала, что редиску мы уже берем. Но нет, не получилось, не срослось. И вообще мне этот вариант вообще не понравился. Я еще попробую, конечно, редиску посадить в них. Но вариант не из лучших. В общем, вот. Вообще, насколько было бы просто, если бы все было открыто. Но мы не можем открыть, потому что при виде кошек мышка забывает, что грядки это грядки. А кошки здесь ходят очень часто. И к тому же у нас частый гость это ежик. Ну, когда вот такое оно еще как бы подросшее, это одно. Тут она как бы ничего и не сделает уже. Ну, пробежит, очень страшно. А когда вот только-только всходит, конечно, печаль печальная будет. Вот моя новая редиска подрастает. Вот. Новый шпинат пошел уже, он для ткан. Пока нас кормит эта грядка, та будет на подростке. Вот. Ну, все. Сейчас быстренько маме нарву. Зелень на суп. И буду убирать. Выносили уже остатки рассады. У меня тут два баклажана выжило. Такие были красивые. Вынесла на улицу. И он сразу начал взять. Могачо это ему. А я сегодня планировала их посадить. Чего баклажану мне плохо. У меня столько баклажанов было. Вот эти мини-перцы очень хорошо выросли. Я их там так по два и хочу садить. Это маленькие перчинки будут разных цветов. Вот они выросли все. Все. Ни один не пропал. И планирую. Ветер. Брокколи. То же самое. Садила и брокколи цветную. Цветная вообще не взошла. Брокколи. Так. Ладно. Пока я себе стоп-хот сделаю. У меня Мирослав проснется. Ничего не успею сделать. Мне нужно будет потом еще обратно сетку затянуть. Слава там душ мастерит. Хозяин наш. Подсмотрим. Что-то там мудрует, мудрует. Ну, в общем, как-то так. Периодически там не что-то рассказывают, что делают. Все. Периодически там. Мой процесс прервался. Да? Но бублики спасают. Так что продолжаем дальше. Я тут лук нашла. Пытаюсь вот морковку прорывать. Что-то у меня как-то мангольд не весь зашел. Тут зашел, там не взошел. Там есть. Ну, в общем. Сейчас буду дальше. Это лучок, я так поняла, который я на зелень садила. Семя. Ну, яrier. Там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова